здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы продолжаем создавать сайт на wordpress и в этом уроке мы добавляем товары это мы делаем с помощью плагина woocommerce который мы ранее устанавливали это плагин с которым мы установили ряд еще дополнительных плагинов об этом более подробно мы говорили в предыдущих уроках под этим видео как вы помните у нас находится шпаргалка перейдем в сайт пример сайта 1 то есть по вот этой вот ссылке здесь у нас сверху есть ссылочка на shop на магазин смотря на который мы создаем элементы нашего сайта то есть в этом уроке у нас задача добавить несколько товаров далее мы поговорим как делать купоны и скидки и также о разных платежных системах переходим на нашу шпаргалку здесь есть пункт 10 найдите этот пункт 10 и здесь ссылочка на товаров которые я буду использовать которые буду добавлять я жму на фразе открывается документ это текстовый файл который можно отдельно сохранить я буду текст брать по товарам именно отсюда вы можете брать отсюда либо какие-то выдумать свои товары я работаю в браузере google chrome это в нем так работает и сверху жму на кнопочке скачать происходит загрузка соответствующего документа я жму правой клавишей показать в папке вот этот документ этот документ лучше всего сохранить куда-нибудь я я его копирую и положу в папочку с материалами в моем случае это папочка мат папочки 1 здесь же у меня находится ряд фотографий для урока которые нам пригодятся к фотографиям мы еще вернемся и вот этот документ goods я открываю щелкаю два раза он у меня в текстовом редакторе блокноте сверху идет у меня товар под номером один я копирую название то есть вот эту часть текста далее переходим на наш сайт я сделаю дубликат этой странице им чтобы у меня было консоль и сам сайт щелкаем дублировать и здесь переходим в консоль здесь у вас уже установлен ранее плагин в коммерс то есть у нас появилась вот это вот закладочка также у нас ниже есть раздел товаров ранее мы создавали категория а теперь будем добавлять товары здесь жмем добавить новый здесь ниже ставим название которое мы скопировали далее я копирую текст следующий за этим это именно вот этот вот текст это у нас будет описание товара и ставим его поле ниже далее я копирую следующий текст который идет ниже начиная с требований по то есть вот этот вот текст это у нас будет ниже раздел краткое описание товара тайм курсор ниже и жмем правой клавишей вставить далее выше у нас базовая цена и цена распродажи цены здесь я оставлю совершенно не привязаны ни к чему а а просто круглые цифры здесь давайте напишем базовую цену 100 а цена распродажи поставим в два раза меньше 50 и щелкаем здесь запланировать если хотим назначить какие-то даты в первом поле указываем с какого то есть я поставлю сегодняшнюю дату и дальше поставлю в следующем поле докуда как поставим здесь на несколько месяцев период до сентября я поставлю далее здесь выбираем число я выберу также 16 так как у меня это компьютерные товары я оставлю здесь категорию компьютерные товары далее выбирайте здесь настройки по запасам по доставке сопутствующие товары можно назначить идут атрибуты и какая-то дополнительная информация если вы хотите здесь указать около многих полей здесь у нас находится подсказки можно почитать более подробно что это подразумевается далее давайте выберем картинку для этого товара для этого справа находим изображение товара и задать изображение товара щелкаем здесь я выбираю загрузить файлы выберите файлы и здесь у меня находится вот это вот фотографиям если у вас ее нету то перекачайте перегрузить им фотографии те которые были у нас прикреплены вообще здесь я буду использовать ряд фотографий это вот эти вот фотографии это для товаров жмем здесь открыть и задать изображение товара здесь можно добавить вторую картинку чтоб на слайдере в галерее товара у вас была как какая-то альтернативная картинка здесь давайте жмем добавить картинки галереи товаров здесь я выберу картинку в теме wordpress а это вот эту картинку можете выбрать принципе любую картинку жмем открыть и добавить галерею все товар мы заполнили и жмем опубликовать теперь давайте посмотрим что у нас получилось переходим на наш сайт и жмем на ссылочке магазин видим что этот товар у нас появился жмем на фотографии этого товара и попадаем в карточку товара здесь мы можем переключаться между картинками которые у нас загружены дальше у меня стоит видео на этот объект далее давайте нажмем в корзину товар добавляется в корзину и жмем просмотр корзины дальше жмем на кнопочку оформить заказ здесь предлагается заполнить соответствующие поля и человек дальше нажмет подтвердить заказ здесь я заполнил соответствующие поля и жму подтвердить заказ далее сверху у нас есть вариантов введения дополнительной информации если у вас есть код купона давайте нажмем код купона купоны могут предоставлять скидки на товары о купонах и скидках мы поговорим в следующих уроках мы создадим несколько купонов далее давайте перейдем еще раз в наш магазин щелкаем на ссылке магазин и добавим здесь еще несколько товаров принцип будет одинаково как мы только что это сделали с этим товаром переходим в консоль здесь жмем добавить товар здесь я выберу товар 2 то есть курс photoshop с нуля копирую название и и ставлю его в соответствующего поле далее копируем следующий текст ставим его ниже далее добавим картинку жмем задать изображение товара я выберу вот эту вот картинку жмем задать изображение товара можете добавить еще одну картинку если вам она нужна в галерею картинок товара я это уже делать не буду дальше давайте здесь выставим цену базовую цену давайте я выставлю здесь 200 сна здесь совершенно не ни на что не влияет это условная цифра просто круглая цифра пишем здесь то и и жмем опубликовать переходим на наш сайт заходим магазин обновляем эту страницу видим второй товар далее таким образом можете добавить остальные товары меня в этом списке здесь я их добавлю на свой сайт копирую с вот этого документа также стоит сказать что кто забыл в нашей шпаргалке кроме текстов для этого товара вот эта ссылка у нас находится фотоматериалы то есть вот ссылочка под номером 7 здесь у меня находится фотографии которые мы копировали ранее здесь я добавил возможно новые фотографии можете это обновить и перекопировать заново вот эту вот папку с документами чтобы у вас были максимально такие же материалы как у меня также стоит сказать если у вас фотографии товаре будут разного размера то есть разных пропорций то товары начнут выглядеть по разному добавлю быстренько все остальные товары 5 штук а я скопирую третий товар ставлю соответствующее поле и далее вы уже поняли то что я буду дальше делать копируем соответствующие тексты и ставлю их по порядку а далее таким образом я добавлю 4 5 и мне здесь и шестой товар есть сделайте что-то подобное вот я проделал процедуру добавления товара у меня как вы видите сейчас 6 товаров на далее давайте попробуем создавать дубликаты товаров для этого переходим во все товары жмем закладки товары здесь видим добавленные нами товары давайте вот этот последний товар который я добавил ставим здесь галочку и наводим на текст на название здесь есть вариант дублировать жмем кнопку дублировать создается возможность этот товар заполнить заново здесь открывается окно как бы копии где можно отредактировать название изменить характеристики здесь я ничего менять не буду просто напишу циферку 2 перед названием и жмем опубликовать заходим в товары и видим дубликат этого товара ну давайте еще сделаем дубликат жмем дублировать здесь давайте поставим цифру 3 и жмем опубликовать жмем товары видим соответственно третий товар переходим наш магазин обновляем страницу с товарами и видим уже дополнительные товары которые мы продублировали так же давайте зайдем в коммерс и настройки здесь стоит обратить внимание на платежи и перейдите в соответствующие настройки здесь есть у нас методы платежей сейчас у нас доступны и соответствующие методы давайте здесь я активизирую пейпал и прямой банковский перевод и также поставим оплатить при доставке далее нажав справа на соответствующие кнопочки установить можно настроить эти способы например прямой банковский перевод щелкаем установить и здесь открывается область где можно разместить какую-то дополнительную информацию и инструкции по этому методу а теперь а давайте перейдем на наш сайт обновим страницу и зайдем непосредственно в сам товар щелкнув на товаре и дальше перейдем корзину нажмем в корзину положим этот товар еще раз членом просмотр корзины здесь видим нашу корзину и ниже давайте нажмем оформить заказ и ниже здесь заполнив соответствующие поля вы уже можете видеть дополнительные способы по платежей которые мы только что добавили это прямой банк с перевод оплата при доставке здесь может пользователь указать либо указать систему paypal давайте поставим paypal и далее нажмем на соответствующие кнопки открывается возможность оплатить этим способом здесь надо быть уже зарегистрированным чтобы войти в эту систему либо здесь можно открыть счет я щелкаю открыть счет далее пишите номер кредитной карточки я начинаю здесь вводить она у меня сразу подхватывает что мне карточка виза а также стоит сказать что это система принята в большинстве стран но нужно уточнять конкретно в вашем регионе как она работает дальше я не буду заполнять информацию в этом окне а в следующем уроке мы давайте посмотрим как работают купоны то есть как можно создавать эти купоны и делать скидки на товары это у нас будет в следующем уроке а пока проделайте то что мы проделали то есть добавьте вот соответствующие товары если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке